Всем привет! Никогда не ешьте пятнышки на яблоках, особенно паршивые пятнышки на яблоках. Мало кто знает, что в этих пятнышках содержатся микотоксины. А любой грибок, поселяясь, будь то яблоки, груши, овощи, орехи и прочее, пропитывает его своими спорами, пропитывает его своим мицелием и выделяет токсины, с помощью которых он и убивает растения. И эти токсины одинаково опасны для нас. Поэтому такие яблоки с пятнышками парши, с пятнами гнили, в первую очередь подлежат пристальному вниманию. Выбрасывать их? Что с ними делать, с такими яблоками, тогда спросите вы. Если на плодах яблони или груши есть несколько небольших размером до горошины пятен, их еще можно заложить на хранение. Но если пятен много, они большие, то хранить их уже ни в коем случае нельзя. Их можно отправить только на переработку, предварительно удалив именно пораженные паршой части. Что можно сделать с таких яблок и груш? С них можно сделать сок, повидло, варенье, отправить на сушку, любой вид переработки. Но бывает так, что парша настолько сильно поражает яблоко, что от него остается буквально половинка. Такие плоды я не рекомендую употреблять в пищу вообще. Лучше мы их утилизируем. А как, я расскажу в конце ролика. Вторая проблема садовода, с которой он сталкивается, что делать с плодовой гнилью? Если на ваших яблоках появилась плодовая гниль, это тоже повод задуматься, что с ними делать. Если пятнышко небольшое, разберан с 5 копеечную монету, то такие яблоки тоже можно спокойно пустить в переработку. Но перед этим, конечно, вырезав пораженную мякоть с захватом здоровой. Дело в том, что пораженная мякоть абсолютно непригодна ни для переработки, ни для употребления в пищу. Она опять же содержит микотоксины. Пускай в небольшой дозе, но все же для нашего здоровья это не нужно. Если пятнышко небольшое, мы просто его вырезаем и отправляем такое яблочко на переработку, на яблочный уксус, на варку варенья, на сушку. Если пятна гнили большие, охватывают четверть, а то и половину плода, то употреблять их в пищу категорически нельзя. Есть риск, что мицелий гриба глубоко распространился по мякоти и может вызвать нехорошее последствие для нашего организма. Еще одна проблема, с которой сталкиваются садоводы, это, конечно, плодожорка. Если у вас в яблочке поселился квартирант, то на хранение его однозначно отправлять нельзя. Но это не помешает вам сделать из этого яблочка сок, тот же самый уксус из сока. Сделать прекрасное повидло, варенье или насушить целый мешок вкусных сухих яблок. Самое главное перед переработкой удалить червоточину, поврежденную мякоть, ну и, конечно, прогнать квартиранта. Вы спросите, а что же делать тогда с яблоками полностью гнилыми, которые непригодны для переработки? Вывезти в лес, как делают многие. Нет, ни в коем случае, не стоит загрязнять природу. Я считаю, что все, что выросло у нас в саду на огороде, но непригодно для употребления в пищу, должно переработаться в компосте и вернуться обратно. Только так мы сохраним плодородие почвы. Поэтому все гнилые яблоки, сильно поврежденные болезнями, мы закладываем в компост. Обязательно переслаивая слои больных яблок травой, выплатыми сорняками, почвой, торфом, толщиной сантиметров 10-15. И, конечно же, проливаем биопрепаратами, как на основе триходермы, так и метаризиума, баверии. Это поможет не только быстро разложить органику, но и оздоровит ваш компост, потому что эти грибки являются антагонистами болезнетворных грибков. И вы в результате получите не только хороший компост, но и здоровый компост. Также гнилые яблоки можно спокойно использовать для закладки в теплую грядку, тоже не забыв пролить биопрепаратами на основе триходермы или метаризиума. Ну и, наконец, если у вас нет ни компоста, ни теплых грядок, а яблоня имеются с гнилыми яблоками, вы можете просто глубоко, на глубину не менее 20-30 сантиметров, закопать гнилые яблоки и тоже пролить их биопрепаратами. Таким образом, вся органика, выращенная на вашем участке, вернется обратно в почву, где и собственно и место. А грибки, естественные микроорганизмы, помогут ей разложиться и вернуться в естественный цикл, в естественный круговорот веществ в природе. Таким образом, даже гнилое яблочко, даже паршивая игрушка может быть с пользой из расходована у рачительного хозяина. Не на варенье и компот, так на теплую грядку и компост. С вами была Юлия Кондратенок. Процветания вам и вашему саду и до новых встреч на нашем канале.